Приветствую вас дорогие друзья на канале Михайлович Топи Геймс. Сегодня ждем видео, я хочу отправиться с помощью нашего маленького помощника на такие локации как ферма и плюс к этому к язвочке сходим мы в мотель. Посмотрим насколько смертоносным может быть наш дрон и сможет ли нас выручить в самых опасных каких-то местах и ситуациях. Берем дрон и выезжаем на глобальную карту. Я надеюсь что вы уже собрали дрон, давайте посмотрим среди нас сколько таких счастливчиков. Насколько вам далеко удалось дойти в сборке дрона, я буду рад видеть ваши комментарии. Ну и не забудьте также лайкосик, ну что подписывайтесь если заранее этого не сделали. Выезжаем мы давайте наверное начнем с мотеля, посмотрим что у нас четушка язва сможет преподставить для нашего дрона. И мы сможем конечно же протестить его на все денежки. Как вы видите что ни один пока что модуль не стоит на дроне. И я думаю что то что доктор приписал это модули, но пока к этому очень далеко. Итак залетаем. Залетаем мы в мотель, тут без проблем разбираем всех зомби. Я думаю что у каждого свое, любые модули ставят на любое оружие. Ну а мы здесь вот таким вот красавелло брателло глоком. По моему он даже без модулей да насколько я понял. Итак модульные глоки это лучшее что можно было бы придумать в лотеянор срывайвел. Тетушка язва я думаю что она одна из самых таких легких зомби боссов если можно ее такой считать. Я думаю что на таких боссов как ведьма и все остальное мы будем... Я его слив даже не заметил. Мы будем просто-напросто сейчас тестить, а на отдельных таких боссов как ведьма, как слепой охотник, как громила мы пойдем уже в отдельном видео. Это будет отдельное видео по каждому боссу. И естественно здравствуйте тетка язва. Я думаю что дрон сможет справиться с такой опаснейшей проблемой. Хотя опаснейшая проблема язву очень легко можно слить даже просто с копьем. Итак дрончик у нас на пути не могу пройти. Итак вызываем дрон. Во-первых дронидзе вроде бы как атакует. Мы можем его отправить вот сюда типа там давай поддерживай. Тетка давай поближе. А вот так уже он атакует побольше. Вы помните этот активный навык то ли как это назвать. А когда ты его юзаешь то дрон немного дамажит больше. Ну и в принципе он справляется с язвой. Неплохо неплохо. Я думаю что даже остается прочность у дрона. И это только те модули которые даются нам в самом начале. Прикольно. Это герметические двигатели. И страж и гашетка. Ну гашетка это автоматически позволяет вам атаковать теперь с помощью дрона. Я думаю что следующий наш противник это уже будет разоритель на ферме. Именно он я думаю что будет сложной целью для дрона. Так как он просто-напросто так не сдастся. Во-первых у него хп в разы больше. Да если честно он и опасней. Можно ли слить его с помощью дрона и насколько это круто. Так залетаем в старую ферму. Для того чтобы добраться до разорителя нам нужно немного попотеть. Попотеть в плане того чтобы раскидать нескольких зомбят. Так здрасте. Привет мужики. Как у вас дела? Очень приятно видеть когда твой простой Глок выцеливает целых 40 крита. Ну 39 ладно. 34. Но все таки есть зомби которых защита больше. В некоторых меньше. И мы понимаем это что. Вы видели они там в куче посходились. Ну ладно шоколад нам. Здрасте. Вы тоже у нас попадаете под систему. Инноваций. Инноваций это дрон. Где же ты наш дядька? Разоритель могуч. Конечно стоит уч. Ага вон он. Я не знаю куда он будет идти. Давайте попробуем вызвать дрона. И в принципе направить его на... Ага понял. Принял. Будет ли атаковать дрончик? Да. А давайте мы его... Ладно шоколадно. Вот сюда давай вставай дрон. И будешь разваливать кабину нашему разорителю. Разорителю. 22 жестких урона. Посмотрим сколько сможет нанести урона дрон. И насколько серьезным этот урон вообще будет. Сможет после этого урона очухаться наш разоритель. И я так говорю вам что 300 урона уже не за горами. Так дядька ты 300 урона так и не наатаковал. Вот собак статулый. Получается что с помощью дрона мы конечно можем дамажить нашего разорителя. Вот разоритель в пути не могу пройти. Блин очень сложно управлять дроном. Чтобы именно он стрелял. Но мне кажется что даже полной зарядки нам не хватит. Для того чтобы снести фуловые хп нашего разорителя. Да ну в принципе смотрите достаточно неплохо он наносит урон. 27 последний урон. То есть дрон тоже может критовать. За 2 захода 700 хп. Понятно что заряд остался один. И единственное что я хотел бы еще. Это проверить его на каком то еще зомби. Оставим разорителя на своем месте. В принципе для задания рейдеров может быть он сойдет. А дрон не справится полностью со всеми хп разорителя. Ну как такая помощь достаточно прикольная. С данным видом модулей. Он сойдет. Итак что хотел сказать. Теперь я хочу проверить еще одну крутую тему. По поводу того же. Было бы прикольно конечно на свалке. Но здесь же на ферме. Можно ли послать атаковать дрона. А самому оставаться в тени. То есть не согрив ни одного зомби на себя. Просто-напросто в атаку послать онли дрона. Так. Где там пацаны еще ребята. Вон они. Смотрите они там пока что еще. Только что они др... Ага. Как только увидели меня начинают драться. Вот так вот красиво симпатично. Они там дерутся. Я думаю что со спины будет красиво. Сейчас мы вот вызываем дрон. И отсылаем его в атаку. Смотрим. Будет атаковать. Атакует. То есть он атакует в таком темпе. Что даже кого-то слил. Как вы видите. Прикольно. Симпатично. Отлично. Он сливает зомби. Ага. И возвращается назад. То есть если иметь больше запасов зарядов. И как говорится энергии вашего дрониц. То можно его использовать как неплохую. Такую тему. Как оружие. Которое поможет тебе слить кучу зомби. Например опаснейших зомби. Давайте. Кого мы можем использовать. Или для чего мы можем использовать дрон. Чтобы слить каких-то зомби. Которым мы добраться не можем. Это будет очень круто. Напишите об этом в моментах. Я думаю что. Пока что. Таких прям сверх сложных. Зомби боссов у нас нет. Было бы прикольно конечно тестить его на ведьме. Но мы знаем что происходит после того. Когда ты просто напросто. Активировал дрон. Представьте себе что дрон такая тема. Когда он разрядился. То это просто жесть. Потому что дальше. Все что нужно это поставить его на зарядку. Но вы будете немного удивлены. Ну может быть вы конечно об этом знаете. Но я был достаточно удивлен. Когда увидел что дрончик. Требует так много времени. Для подзарядки. Это просто жесть. Как она есть и других вариков нет. Никаких других вариантов. Только три часа. И то это одна полосочка. Для того чтобы зарядился полностью наш дрон. Нам нужно. Немного немало 12 часов. Чтобы насладиться маленькими. Вот такими вот способностями. Можно так сказать. Саппорта дрона. Вам нужно ждать целых 12 часов. Естественно это можно сделать за монеты. Но также 30 монет. Одна ячейка. Нужно задуматься. Если в покупке батареи точно должны быть они. Батареи. Батареи. Батареи на дрон. Батареи на дрон. Будет очень странно если их нету. Ага есть. Ну я думаю что где-то в районе 100 рублей. Да. Ну может быть. Потому что здесь совсем другая валюта. И в принципе. Единственное что мгновенно восстанавливает. Один заряд дрона. Один заряд. За такие бабки. Жесть как она есть. То есть я так понимаю что. Дрон хорошая штука. Но достаточно дорогая. Может быть в дальнейшем. Вип зона будет позволять нам. Типа ускоренно как-то его восстанавливать. Но пока что дрон остается достаточно. Такой сложной темой. И достаточно донатной. Пишите нравится ли вам обнова. И насколько вам интересно проходить транспортный хаб. Я еще не собрал на своем основном аккаунте. Вернее дрон. И теперь готов проходить уже завтра. В 10 часов утра. Я запущу стрим. Где мы без доната полностью соберем дрон. И отправимся впервые на транспортный хаб. И используя капли доната. Ну а вы ребята можете поставить лайк. Написать комментарий. И подписаться на канал. Вам огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся уже в следующих видео.